Сегодня для банкиров, для финансистов, для всей финансовой системы страны вновь наступают непростые времена. Тревожные экономические сводки звучат пока что по-итальянски, по-испански, по-гречески. И мы все втайне надеемся, в общем, как бы держим кулаки, что эти сводки не начнут звучать на русском языке. Важно сказать, что рейтинги многих банков, что риски для многих банков являются более существенными, чем в среднем по сектору. Но в целом, сегодня можно сказать, что российские банки удар держат готовый. Наверное, я нахожусь сегодня здесь не в качестве должностного лица, а в качестве лауреата вашей премии прошлого года. Мне бы очень хотелось, чтобы день банкира не превратился, как в известном фильме, в день Сурка. Я не имею в виду Суркова. Мне бы очень хотелось, чтобы на дне банкира не обсуждались каждый год одни и те же проблемы, чтобы вы активно двигались вперед. И деньги, как говорят, это единственное средство нахождения понимания со всеми. Мне бы очень хотелось, чтобы вы находили такое понимание. Лауреатом становится тот ньюсмейкер журнала, который продемонстрировал в этом году максимальную компетентность, открытость и прозрачность во взаимодействии власти и средств массовой информации. Встречайте, мэр города Москвы Сергей Семенович Савянин. Год тому назад, если бы была такая премия, то я бы заслужил премией по информационной закрытости. В этом году ситуация изменилась. Изменилась, как правильно Кирилл сказал, в силу профессионального положения. Но и не только поэтому, потому что те решения, которые мы принимаем в Москве, требуется, конечно, большая информационная, разъяснительная работа. Требуется постоянное общение с прессой. Этот год, он значительно лучше некоторых предыдущих годов, которые мы все прекрасно помним. И надеюсь, что он будет лучше, то есть, что он будет хуже многих последующих годов, которые нам простоят. Сравнивая ситуацию 2011 года с ситуацией 2008 года или 2009 года, настроение гораздо более спокойное. Не потому что денег стало больше, в некоторых аспектах денег даже стало меньше. Но мы ко всем неприятностям готовы гораздо лучше. На самом-то деле, для всей банковской системы, мы это, мне кажется, сегодня понимаем, был очень удачный год. Услуги востребованы, рынок вырос, причем по всем направлениям. Ипотека уже на уровне 2008 года, и розница 30% будет роста в этом году. Ну и корпоративное кредитование тоже. Алексей Валентинович сказал, что на самом деле 25% прироста за год. Это же на самом деле очень хорошо. Плюс прибыль. Прибыль. Наверное, по этому году будет рекордная прибыль у сектора. Это факт. Банк года на рынке кредитования малого и среднего бизнеса – банк Уралсип. Приз получает председатель правления банка Уралсип Ильдар Рамильевич Муслимов. Иностранный банк года Юникредит. Председатель правления банка Юникредит Михаил Юрьевич Алексеев. Я не буду спорить с тезисом о том, что мы живем в непростое время, а когда оно было простым. Но также верно, как сказал Михаил Михайлович, мой коллега, в том, что, наверное, этот год было бы неправильно ругать, потому что в истории нашей банковской системы, наверное, он войдет как не самый худший год. У нас кризисы тоже бывают. Весь вопрос, как из них выходить. И в конце концов, существует превосходная метафора о том, что тучи в конечном итоге орошают землю. Так что я вам желаю удачи, счастья, крепко стойте на ногах, а мы будем утешать людей и будем их сплачивать в виде гармонии чувств. Спасибо. Спасибо.